Всем добрый день. Меня зовут Андрей Рентеев. Я продукт-менеджер по гарнитурам ВИТИ в компании IP-MATICA. Вебинар. Но вначале давайте традиционный вопрос. Хорошо ли меня слышно? Если меня слышно хорошо, пожалуйста, поставьте плюсик в чате. Все супер. Вижу. Меня слышно хорошо. Да, давайте. Приступим. Сегодня я вам расскажу о трех новых продуктах ВИТИ. А в конце вебинара мы разыграем вот эту замечательную новую гарнитуру. Поэтому будет небольшой тест на внимательность. И кто лучше всех напишет тест, тому я лично отправлю, передам, либо с ДЭКом, либо лично привезу эту замечательную новую гарнитуру ВИТИ 6300. Так, значит, начнем. Сначала чуть-чуть расскажу о бренде. Ну, напомню, вдруг есть кто-то, кто еще не знает о компании ВИТИ. Компания была основана в далеком 2005 году. В городе Сямынь, Китае, изначально это была ОЕМ-фабрика, которая занималась контрактной сборкой гарнитур для известных того времени лидеров рынков. Рынка гарнитур телефонных, это Plantronics, Jabra, которые, кстати, сейчас ушли официально с нашего российского рынка, но продолжают понемножку поставляться через параллельный импорт. В общем, компания лет где-то примерно 5-6 занималась чисто ОЕМ-фабрика и накопила большой опыт. И в какой-то определенный момент открыла свой центр развития R&D-центр, который занимается разработкой новых устройств. И были большие инвестиции в закупку специального тестового оборудования, специальных осциллографов, генераторов, устройств, которые снимают АЧХ, устройств, которые определяют прочность конструкции на сжатие, на растяжение. И сейчас используется самое, при разработке новых моделей используется самое передовое оборудование. Ну вот в частности, вот на этом слайде слева вы можете видеть искусственное ухо. А вот как вы думаете, для чего вот это вот искусственное силиконовое ухо используется? Используется? Ну, можете в чате написать, быстро ответ, если вдруг знаете. Ну, смотрите, пока вы пишете ответ, я расскажу, что вот на фоновой картинке это очень дорогой испытательный стенд фирмы Connect Sound, используемый для снятия АЧХ, то есть для того, чтобы проводить тонкую эквализацию, тонкую настройку качества звука. И вот видите, специалист, он тестирует новую модель. А слева, вот то, что я у вас спрашивал, это специальный прибор для измерения уровня давления гарнитуры на ушную раковину. Дело в том, что если мы говорим про колл-центр, то специалисты колл-центра часто проводят в гарнитуре целый день, с утра и до вечера, 8 часов рабочая смена. И очень важно, чтобы гарнитура удобно сидела на голове, очень важно, чтобы она не передавливала, не сдавливала, но при этом плотно прижималась, да, наушники плотно прижимались и хорошо было слышно. И в этом плане я считаю, что VT достигла больших успехов. Дело в том, что наушники VT, они очень удобные, очень ноские, очень комфортные и дорогие, и недорогие модели, в том числе очень удобные в плане долгого проведения времени, долгой носки и эргономики самих устройств. Потому что на стадии проектирования этому уделяется большое внимание. Ну и, конечно же, у VT собственная фабрика. И очень важно, большая производственная линия, 3000 квадратных метров, которая может производить до 10 тысяч гарнитур в неделю. Ну, на самом деле, с одной стороны, это кажется много, с другой стороны, фабрика загружена. Она загружена, ну, я бы сказал, на 110%. И нам надо согласовывать, искать тайм-слоты, согласовывать график производства наших заказов. Поэтому я, как продукт-менеджер, очень активно забираю прогнозы, фуррекасты с наших партнеров. Для меня очень важно получать информацию, фидбэки по планируемым проектам, потому что это позволяет нам хорошо, правильно спрогнозировать и быстро изготовить нашу необходимую партию. Ну, в среднем, в целом, производство занимает партии из тысячи гарнитур, занимает у нас где-то 1-2-3 недели, в зависимости от загруженности фабрики в данный период. Ну и дальше вторая составляющая – это логистика. Логистика бывает железнодорожная, бывает авиационная, но чаще всего мы используем по умолчанию железнодорожную логистику. Это еще где-то 5-6 недель поезд идет из Китая в Москву. Мы, компания «Эпиматика», эксклюзивный дистрибьютор VT на территории России, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. То есть все поставки осуществляются через нас. Мы не просто дистрибьютор, мы еще и центр компетенции, наши инженеры. У нас есть сервисный центр, у нас есть инженеры, обеспечивающие консультацию, помощь в отборе оборудования. Ну и что также важно, мы совсем недавно подписали с одной из ведущих сервисных компаний договор. То есть теперь сервисные центры по VT будут не только в Москве, но и по всей России. И вы можете обратиться в любой сервисный центр, который присутствует в больших крупных городах, и отнести ваше устройство, где его либо починят, либо заменят по гарантии. Напомню, на большинство гарнитур VT гарантия 2 года. С другой стороны мы IP-матика, ну немножко о нашей компании надо рассказать. Мы value-added дистрибьютор. Наша компания 15 лет на рынке. Мы стабильно растем на 30-40% в год. В компании уже более 130 сотрудников, и мы продолжаем активно развиваться. Как дистрибьютором мы работаем с широкой партнерской сетью. Среди наших партнеров есть интеграторы, интернет-магазины, оператор-связи, реселлеры. В принципе, узкий круг наших партнеров вы можете найти на сайте vtheadsets.ru. Ну и это только самые-самые наши активные, самые-самые топовые наши партнеры. Ну а так мы, так в принципе, VT это известный бренд, и его можно купить везде, во всех городах, в крупных маркетплейсах и так далее. Ну и наша компания, у нас есть офисы. У нас 12 офисов в 12 городах, и буквально завтра, вот наши все руководители уехали, завтра будем разряжать красную ленточку, открывать новый офис в Самаре. Так что приходите на торжественное открытие. Ну и за более чем пятилетнее сотрудничество с брендом VT мы реализовали более 200 больших, ярких, крупных проектов по всей России. Среди наших клиентов есть Аэрофлот, Альфа-Банк, Тинькофф, X5 Retail Group, Magnit, Thunder. Бесчисленное количество колл-центров МЧС по всей России используют наши гарнитуры. Ну и это не пустые слова. Наши гарнитуры действительно очень удобные, качественные и обеспечивают хорошее соотношение цена, дробь, качество. Давайте немножко поговорим о продукции. Как я вам уже сказал, основная продукция это гарнитуры. Гарнитуры для колл-центра, для офиса. Также недавно в нашей ассортименте появился новый спикерфон, про который я сегодня расскажу. Ну и большой ассортимент различных кабелей-переходников под самые разные ситуации. Давайте начнем с первого. Это гарнитуры для колл-центра. Ну что важно в колл-центре, это, во-первых, высокая наработка на отказ. Ну потому что не секрет, что в колл-центре гарнитура это расходный материал. На нее наступают, на нее садятся, ее ломают, скручивают. Она должна быть немножечко вандалоустойчивая. Но при этом, с другой стороны, очень важным параметром является вес. То есть нужно сделать, с одной стороны, гарнитуру легкую, с другой стороны, вандалоустойчивую. Почему легкую? Потому что операторы проводят в ней 8-10 часов в сутки. И были испытания, в общем, многочисленные. И известно, что гарнитура, которая не должна весить больше, чем 120 грамм. То есть 120 грамм, 125 грамм, это где-то пограничное значение для использования в колл-центре. И здесь мы предлагаем разные варианты. Ну и есть у нас гарнитуры, так называемые Best Price, видите, тысяча. Они сделаны из материалов попроще, подешевле. У них 2 сантиметра динамик. То есть не широкополосный звук, а чисто телефонный. Чисто телефонное использование этих гарнитур. Но при этом у них появился недавно новый модернизированный микрофон. И по качеству звука, именно с точки зрения микрофона, они, в принципе, не уступают старшим своим коллегам. Данные гарнитуры мы предлагаем в максимально бюджетные проекты, где максимально очень-очень низкий бюджет, на который нужно вписаться. Когда у клиента не очень много денег. Это различные нии, различные государственные компании. Ну и чем, поскольку эти гарнитуры недорогие, на чем мы экономим? Мы экономим немножечко на материалах. Поэтому они менее ноские, менее износостойкие. И в проектах, где предполагается высокая интенсивность использования, мы рекомендуем все-таки использовать более профессиональную серию, профессиональную линейку VT5000, либо VT6200. Ну, VT5000 это наш бестселлер QD. То есть, если компания использует аналоговый стандарт QD, подключение гарнитур, то здесь серия 5000 обеспечивает очень хорошее соотношение цены и качества. Ну и наш бестселлер VT6200. Данные гарнитуры у нас продаются с просто тысячами различные проекты. У нас бестселлер это VT6200D USB. Данная гарнитура использует чипсет CMEDIA CM65T3. Знаменитый. И у нее очень хорошее качество звука. У нее используются трехсантиметровые динамики, амбишуры из кожзама. И в комплекте, кстати, всегда, если мы говорим про профессиональную серию, в комплекте всегда есть запасные амбишуры из поролона. Ну, мало ли, всегда есть клиенты, которые говорят, что им не очень удобно в коже, хоть кожа и перфорированная, у кого-то уши потеют, кому-то натирает, кому-то больше нравится поролоновая амбишура. Вы, пожалуйста, можете снять кожаные и поставить пролоновые. Шумоизоляции. Ну, смотрите, шумоизоляция есть два параметра. Первое, шумоизоляция, это насколько хорошо, плотно данные наушники прилегают к ушам, насколько там вы не слышите. И второе, это шумоподавление микрофона. Ну, я бы сказал, что в этом плане они среднего уровня гарнитуры, то есть они, у них амбишура размером, сами амбишура размером где-то 4 сантиметра, то есть полностью, не закрывает полностью ушную раковину, как, например, вот эта, вот видите, премиум гарнитура, то есть ее одеваешь, и она полностью закрывает ушную раковину. С другой стороны, C-Media CM65T3 чипсет не самый современный, он проверенный, надежный, много лет используется, но сейчас появилась новая модель, абсолютно новая модель, AVT-6300D. Вот она, кстати, у меня лежит, это, кстати, наша подарочная гарнитура, я ее подарю тому, кто выиграет лучше всех, напишет тест. Ну, в принципе, ответить на вопросы теста. Кстати, в принципе, в этой же гарнитуре я сейчас провожу вебинар. Вот она, одета на мне. В ней используется новый чипсет, обновленный, с очень крутым шумоподавлением микрофона. То есть могут сверлить стену, не слышно сверление стены, не слышно. На удаленной стороне шум вентилятора, вой сигнализации, нюкни кошки и так далее. Очень классная, хорошая гарнитура, профессиональная. Рекомендуем. Обязательно надо будет взять и попробовать. Они у нас есть в демо. Ну и сегодня мы одну разыграем для тех, кто ответит на вопросы теста. Ну, помимо того, что и у нас, конечно, сейчас мы видим тренд, в большей степени продаются USB гарнитуры. Мы видим тренд, то, что рост спрос продаж USB, но при этом есть проекты, где традиционные QD гарнитуры. Также востребованы. И в этом плане у нас очень широкий вариант различных кабелей-переходников QD. Ну, я только некоторые из них вынес на этом слайде. Но что важно знать, то, что наши QD-разъемы полностью совместимы с QD-стандартом Plantronics. Если вдруг у вас в компании где-то там уже используется система Plantronics, где-то вы уже используете гарнитуры Plantronics, вы можете совершенно спокойно использовать наши переходники. Ну или наоборот, гарнитуры постепенно выходят из строя, можете заменять нашими гарнитурами. Все с точки зрения электрических цепей и форм-фактора, наш QD полностью совместим с Plantronics. У нас есть широкий вариант различных кабелей. Но есть такой нюанс. Вот с QD-гарнитуром, это 5000-ая серия, 6200 QD, в комплект мы специально кладем кабель, вот этот кабель, сейчас я его введу, третьего типа от азиатский стандарт телефонов. Он совместим с телефонами Eolink, Grandstream, SNOM. Ну и есть такая вот, если мы говорим про Plantronics, то есть такой аналог U10PS. Данный кабель можно у нас купить отдельно, но он всегда идет в комплекте с гарнитурами QD, которые вы покупаете у нас. Отдельно, если нужно, можете купить кабель первого типа, аналог U10P, которые подходят к большинству аналоговых телефонов, Alcatel различные, Hawaii некоторые и так далее. И есть кабель по циску, аналог U10. Есть специальный кабель с усилителем, называется HIS, со встроенным усилителем для популярных телефонов Hawaii серии 1608, 1616. Все эти кабели есть в наличии. Пожалуйста, без проблем, берите у нас на тест, проверяйте. Ну и наиболее, наверное, популярный кабель, который у нас продается, это USB кабель. То есть если вы хотите вашу QD гарнитуру подключить либо к компьютеру, либо к современному телефону с USB разъемом, пожалуйста, можете купить у нас QD PUSB типа 0.1. Ну, кабель на самом деле больше, поэтому смотрите на наш сайт. Кстати, если вдруг так случилось, что вот вы купили не тот кабель, или, допустим, вы купили гарнитуру, но у вас нет бюджета, вы можете легко переобжать, при помощи кримпера, заменить разъем RG9. Ко всем нашим кабелям имеется распиновка. На нашем сайте IPMATIKA можно найти в описании кабелей распиновку, какие пины, на какие контакты, на какие пины приходятся, и, соответственно, вы можете из кабеля типа 3-го сделать кабель 1-го типа, если есть такая необходимость. Хотя, наверное, проще купить готовый кабель в сборе. Так, значит, про колл-центры основная наша тематика. Я так вкратце рассказал. Сейчас расскажу про гарнитуры, которые используются на удаленке. На удаленке, потому что многие сотрудники сейчас работают не из дома, не из офиса, они работают из дома, либо работают в гибридном режиме. И в этом плане очень хорошие результаты показывают Bluetooth гарнитуры, потому что вы можете их подключить одновременно к пяти устройствам. И идея в том, что вы можете, допустим, подключить к вашему мобильному телефону и к компьютеру. Вы можете, не знаю, там вести какую-то там переговоры, а можете слушать музыку на вашей гарнитуре. Кстати, вот гарнитуры так называемого класса для удаленки у них у всех очень приличные, очень хорошие качества звука. То есть вы можете слушать на них музыку. Особенно это касается серии X208. Это замечательная Hi-Fi USB гарнитура, не Bluetooth, а USB. У нее динамики диаметром 4 см. Вы можете услышать на ней хорошие такие прорисованные басы. И у этой гарнитуры есть разъем RG. Есть разъем 3,5 мм. То есть при желании вы можете включить как в USB порт, так и в обычный аналоговый порт, телефон или в MP3 плеер, если есть такая необходимость. У нас есть огромное количество и просто сотнями продаются гарнитуру 9605D. Данная гарнитура, это, я бы сказал, король гарнитур, домашняя премиум гарнитура. У нее есть индикаторы занятости. Они показывают, когда она подключается к Bluetooth, они мигают фиолетовым цветом. Когда вы просто слушаете музыку, горят зеленым цветом, если вы разговариваете, участвуете в онлайн-собрании, общаетесь по Skype, по Teams, по Zoom, то эти индикаторы горят красным цветом. Таким образом, домашние понимают, что вы заняты и вас лучше не отвлекать от работы. Что важно, вместе с VT9605D идет в комплекте USB-донгл. То есть, вы можете легко ее подключить к любому компьютеру. Этот USB-донгл, Bluetooth, он заранее спарен с данной гарнитурой. То есть, можете быстро и легко, просто приключив USB-донгл, сразу подключиться и использовать ее. Ну и для офиса, в офисе мы рекомендуем смотреть в сторону DECT гарнитур, потому что DECT гарнитуры обеспечивают большое расстояние. Да, вот я вижу вопрос. Гарнитура подходит под Teams и Zoom. Да, конечно, они все совместимы с Teams и Zoom. Но у нас вот нету отдельной, вот, например, в нашей компании Appymatica есть и другие гарнитуры компании I-Link. Там есть отдельная кнопочка Teams. Вот, у нас нет кнопочки Teams, но они совместимы, они замечательно работают. Вы можете звонить, можете общаться, разговаривать. Также к ним есть, можно скачать отдельный дополнительный драйвер, если нужно, если необходимо. Таким образом, вы можете задействовать кнопки принятия вызов, завершить вызов. с популярными софтфонами, с популярными мессенджерами. Они все у нас работают. Все USB гарнитуры и Bluetooth гарнитуры работают. Так, если мы говорим про DECT. DECT это более дорогого класса устройства, но они обеспечивают большое расстояние. То есть, вы можете их использовать где-то у нас в складе, можете использовать в офисе, просто, допустим, в офисе может быть несколько этажей и вам, например, необходимо отходить на большое расстояние от вашего базового блока, от вашего телефонного аппарата. И в этом плане DECT очень удобен, потому что у него большое расстояние. Ну, второе преимущество DECT-а то, что можно включить большое количество гарнитур в одном месте. Потому что, если мы говорим про Bluetooth, то Bluetooth больше 10 гарнитур в одной комнате не рекомендуется использовать. Они используют открытый 2,4 ГГц диапазон, много помех перекрестных, и когда 10 операторов пытаются одновременно по этим гарнитурам говорить, то связь становится нестабильной, обрывается просто из-за того, что большое количество помех. Но для домашнего использования просто Bluetooth, гарнитура это находка. Вы можете музыку на ней слушать, хорошее качество, широкополосные кодеки поддерживаются. На DECT вы музыку слушать не сможете, потому что моно, потому что качество звукотелефонное, но зато большое расстояние от базового блока. И тут есть варианты, и да, плюс высокая плотность рассадки. Если вы хотите, захотите, вы можете 20-30 операторов в одну комнату посадить, выдать им DECT гарнитуры, и все они будут работать стабильно, надежно, без проблем. Смотрите, есть такие нюансы, потому что если Bluetooth гарнитура подключается к любому устройству, к любому смартфону, телефону, компьютеру, то DECT требует базовый блок, базовый зарядный блок. И есть два принципиальных варианта. Подключение через аналоговый RG9 разъем к телефону. Тогда вам может потребоваться такое полезное устройство, как микролифт, либо EHS, либо электронный микролифт, для того, чтобы вы могли, отойдя от вашего рабочего места на какое-то расстояние, принять вызов, снять трубку, либо нажать на кнопку, завершить вызов. С другой стороны, если мы используем USB подключение, то есть 9000 серия подключается только по аналоговому выводу, то серия 9400 она подключается и по аналоговой линии, и по USB. При подключении по USB вам такой проблемы нет. Микролифт вам не нужен, но при этом возможно потребуется поставить драйвер для компьютера, который будет понимать срабатывание кнопки, снятие трубки, завершение вызова и соответствующей программе софтфоне, если вы им пользуетесь, принимать вызов и завершать вызов. Ну и давайте уже подойдем к нашей новинке, к теме нашего вебинара вебинара это премиальная гарнитура для руководителя компании. Это новая гарнитура X300 BT. Она бывает монуральная, бывает биуральная, но в данный момент на складе нашей компании мы закупили партию именно биуральных, потому что они более востребованы по нашей статистике, по нашей практике. Вот она у меня в руках, эта гарнитура. Она сделана из качественных материалов, ее стиль, дизайн показывает статус обладателя данной гарнитуры. У нее очень удобные мягкие амбушюры, которые закрывают полностью ушную раковину и таким образом вы экранируют вас от посторонних шумов. практически не слышите, как там ругаются ваши коллеги, как сверлят стену, как шумит кондиционер. При этом у данной гарнитуры очень хороший качественный звук, превосходный Hi-Fi. Тут написано Wi-Fi, но это очепятка, извините. Значит, у нее есть индикатор занятости, чтобы ваши подчиненные могли видеть, вы разговариваете, участвовать в онлайн собрании и не отвлекали вас. В комплекте, конечно же, имеется USB Bluetooth Dongle. Если у вас компьютер без Bluetooth модуля, но обычная рабочая станция, то вы просто подключаете ваш USB Dongle и ваша гарнитура заранее с ним сопряжена и сразу можете пользоваться, работать, пользоваться. Важная фишка, то, в комплекте идет зарядная станция. Беспроводная для, она вполне может подзарядить ваш телефон, iPhone, то есть очень удобно вы эту зарядную станцию ставите, на нее ставите гарнитуру и на нее кладете ваш смартфон, который также вместе с гарнитурой может заряжаться. также в комплекте имеется вот такой кожаный чехол для переноски, то есть допустим если вы путешествуете в командировку, уезжаете куда-нибудь, то вы можете легко эту гарнитуру взять с собой. У нее емкий аккумулятор обеспечивает примерно неделю работы в режиме ожидания, 10 часов в режиме разговора и за 3 часа полностью заряжается. Но важный, очень важный момент, такой технический, что если допустим где-то в дороге, в командировке ваш гарнитура неожиданно разрядилась, то вы можете взять стандартный шнур USB Type-C, который в комплекте с гарнитурой и подключить ее она будет работать как USB гарнитура и параллельно она будет подзаряжать свой аккумулятор. То есть вы можете делать из беспроводной гарнитуры вы можете легко сделать проводную гарнитуру и при этом продолжить общаться. Из-за того, что в комплекте идет зарядка беспроводная, мы очень долго бодали, спорили с вендором. Вендор хотел эту зарядную станцию продавать отдельно, но мы его убеждали, что сертификация, дорогая сертификация, требуется дорогая сертификация. Поэтому мы договорились о том, что зарядная станция будет идти всегда в комплекте. И из-за того, что она немножко не помещалась, то вот такой получился Г-образный корпус коробки. Такая Г-образная коробка, в которой подъем из-за того, что в комплекте идет зарядная станция. Другой наш новый продукт, он новый, мы их завезли не очень большое количество, штучек 60, но уже больше половины у нас раскупили. Это вот такой спикерфон, он используется в небольших переговорных, так называемых хадлрумах. И есть такая концепция Bring Your Own Device, когда вы переносите ваш ноутбук, и подключаете его к телевизору, и еще вам нужен хороший звук. А чтобы вас было слышно хорошо, вам нужен вот такой спикерфон, который подключается к вашему ноутбуку, либо по USB Type-C, либо можете его подключить по Bluetooth, например, к вашему смартфону, или к вашему ноутбуку, если у него не хватает USB-портов. На расстоянии до 3 метров он может захватывать звук. Особенность данного спикерфона в том, что у него новый современный чипсет и очень классное шумоподавление. Мы в нашей компании Epimatico недавно проводили тест спикерфона. У нас много, у нас их много, мы сравнивали Я-Link, Fanville и данную модель VTCS-61 конвенции. В общем, на расстоянии 3 метра диктор читал стих, и мы записывали, и потом анализировали звук. Если интересно, я вам могу скинуть ссылку на Хаббар, почитайте. Но в итоге многие наши голосовавшие, многие наши аудитории, у нас было слепое тестирование, мы не говорили, с какого спикерфона звук вы сейчас слышите, оценили, что у данной модели самая лучшая шумоизоляция, шумоподавление, то есть микрофон лучше других моделей забивал посторонние шумы, это и разговоры коллег, и шум вентиляции, и так далее. В комплекте имеется USB Bluetooth Dongle, то есть если ваш компьютер по какой-то причине без Bluetooth, то можете, ну, если у вас не ноутбук, а, допустим, сационарный компьютер, то вы можете просто подключить этот USB Dongle, он заранее спаренный с данным спикерфоном. Также в комплекте идет адаптер-переходник с USB Type-C на USB Type-A, но если вдруг у вас какой-то старый ноутбук, у которого нет Type-C, то вы можете его подключить в обычный USB Type-A через вот такой вот это вот через такой вот маленький переходник здесь Type-C, здесь Type-A. А вот в комплекте идет Bluetooth Dongle, который заранее спарен с данным спикерфоном. Ну, что важно, у данного спикерфона имеется LED-индикатор, который горит зеленым во время подключения, там, не знаю, прослушивания музыки и так далее, который может гореть красным во время собрания, а также он может сигнализировать поступающий вызов мигать, также он может сигнализировать то, что у вас отключен микрофон, то есть можно настроить так, чтобы при включении микрофона это кольцо зеленое, при выключенном микрофоне кольцо красное. Также имеются сенсорные кнопки, включение и выключение, подключение по блютуз, увеличение громкости, а также снять трубку, завершить вызов. Все по стандарту. Что важно, он сертифицирован, вот у него есть официальный сертификат от компании Zoom, то есть он в Zoom всегда по умолчанию определяется как основное аудиоустройство, но также он отлично работает и в Teams, и в Skype, и в Яндекс. Телемасте, и во многих других софтовых VKS, в том числе Vintel, в том числе e-link meeting сервер, то есть мы им активно пользуемся в нашей компании, и если мы проводим какое-то онлайн собрание, онлайн встречу, как правило, я беру с собой вот такой спикерфон и иду в малую переговорную. Очень удобно, при этом он мало весит, всего 200 грамм, у него в комплекте есть вот такой удобный чехол для переноски, вы можете его взять с собой в командировку, если необходимо. Вот, собственно, комплект поставки, вот так он у нас поставляется. Так, давайте я подведу предварительные выводы и перейдем к нашему тестированию. Предварительные выводы, почему VT, почему вам стоит выбрать гарнитуры VT. Ну, во-первых, это высокое качество продукции от профессионального производителя, который уже больше 20 лет занимается производством, разработкой и производством гарнитур. Собственный R&D-центр, собственно, испытательное оборудование, качественные материалы, но при этом на наши продукты вы не переплачиваете за какой-то суперизвестный бренд, на наши продукты очень хорошая, интересная, конкурентная цена. То есть, вы получаете продукт с высоким соотношением цена, трек качества. Ну, не просто так нас выбрали Тинькофф, Альфа-Банк, Аэрофлот и МЧС и другие крупные компании. Что важно, у нас нет проблем с поставками. Мы прямые дистрибуторы, мы расплачиваемся юанями уже давно, уже больше года, и у нас налажены поставки и нет проблем. То есть, вы можете быть уверенными, что закладывая в проект оборудование VT, мы его вам гарантированно сможем поставить без дополнительных всяких нюансов и переплат за параллельный импорт, как это бывает на других вендорах. Что также очень важно, то, что очень много внимания уделяется эргономике устройств. Они легкие, они маленькие, они удобные и эргономики реально уделяются очень много внимания. То есть, данные гарантиров удобны в использовании. Получайте хорошее, превосходное хай-фай качество, если мы говорим про премиальные продукты и хорошее профессиональное шумоподавление. Ну и на большинство наших устройств два года гарантии, за исключением серии 9000. И я хочу сказать, что у нас есть общая статистика IP-матики нашего сервисного центра. У нас степень возврата в гарантийный период 0,65% от всех реализованных гарнитур. Я просто недавно все это дело сверял, подбивал. Это очень хороший показатель, лучше, чем по многим другим брендам в нашем портфеле. Но по отдельным моделям у нас были всплески, когда было 1%, 1,5%. И мы сейчас доработали конструкцию, усовершенствовали конструкцию микрофона и так далее, заменили модель аккумулятора. Сейчас у нас мы снова вернулись к значению 0,65% по уровню отказа в гарантийный период 2 года. Кстати, наш сервисный центр гарантия распространяется на все, в том числе на аккумуляторы. То есть в течение двух лет вы можете, если ваша батарейка плохо держит, если аккумулятор быстро разряжается, вы можете отнести всегда в ремонт сервисный центр, а вам бесплатно поменяют аккумулятор. Кстати, с запчастями у нас все хорошо, вендор нас снабжает и у нас всегда есть запасные микрофоны, запасные аккумуляторы. Отдельно можно купить всегда запасные амбишюры. Так что проходите к нам. You are welcome. Ну, а сейчас давайте запустим обещанное тестирование. Начать тест. Я запустил тест. Пожалуйста, заполните ответы и мы сейчас быстро, в течение 5 минут подведем итоги. Ну, я вам на тест дает 3 минуты. проверить, насколько хорошо вы услышали то, что я вам сегодня рассказывал. Победитель теста получит вот эту замечательную 6300 гарнитуру с новым чипом, с замечательным шумоподавлением. Просто в конце не забудьте мне скинуть email. так, пока ждем, пока прошла только одна минута, у вас еще есть две минуты. Так, я вам так, между прочим, немножечко подскажу, если скажу, что у самых-самых дешевых гарнитур VT1000 диаметр динамика 2 сантиметра, у наиболее популярных профессиональных моделей 6200 5000 диаметр динамика 3 сантиметра, у премиум моделей для руководителей, а также с хорошим звуком X305T, X208, диаметр динамика 4 сантиметра. Чем больше диаметр динамика, тем лучше качество звука. Также что вам еще сказать, не забывайте, что в профессиональных моделях гарнитур имеются всегда запасные амбишуры с поролоном. По молчанию стоят амбишуры кожаные, но если кому-то не нравится, то есть запасные амбишуры с поролоном, их легко можно заменить. С нашими QD гарнитурами, это 5000 серия 6200, в комплекте идут кабели третьего типа, которые используются для того, чтобы подключить к большинству азиатских телефонов. Это соответствующий кабель либо самому переобжать по согласно распиновке, которая есть у вас на сайте. Так, я вижу, что уже 5 человек завершили тест, поэтому я даю еще буквально 10 завершили тест, давайте еще 10 секунд. так, все, тест завершаем и смотрим на победителя. А победитель у нас Павел Бородин, он ответил правильно на 9 из 10 ответов. Все отлично, тогда Павел, если можно скиньте ваш e-mail в чат, мы вам, я с тобой свяжусь и данную замечательную гарнитуру передам на тест, будешь ее использовать. Можешь сравнить ее с другими гарнитурами, которыми приходится пользоваться. Тогда есть какие-то еще, если какие-то еще есть вопросы, пишите. Если вопросов нет, то давайте посмотрим, что нам написали вопросы. Вопросы ничего не написали, в чате написали. Ну, собственно, я новых вопросов не вижу, тогда всем огромное. А, какие правильные ответы? Ну, давайте я вам скажу. Правильные ответы. До трех метров захватывает звук спикерфон CS61 ENC. Это я говорил. Значит, спикерфон можно подключить любым способом и через Bluetooth, и через USB донгл, и через USB Type-C, и через переходничок через USB Type-A. все перечисленное подходит. Новая премиум гарнитура X300 BT Duo поддерживает стандарт Bluetooth 5.0 до 30 метров от источника звука. Со стандартным USB Bluetooth донглом, который является класса 1 устройством, до 30 метров. С обычным Bluetooth, который встроен в ноутбук, в смартфон, обычно до 10 метров. Но правильный ответ 30 метров. Что благодаря чему достигается хорошее шумоподавление BT6300 благодаря новому звуковому процессору? Какой диаметр динамиков у X300 BT? Это премиум гарнитура, у нее диаметр динамика 4 сантиметра. Какие амбишуры в комплекте BT6300 все есть и обычные, и пролоновые, и кожаные. На каком расстоянии от базовой станции работают дект гарнитуры? Ну, 150 метров стандарт. На самом деле зависит много от самого плана помещения, но где-то считается, что в открытом поле 300 метров помещение 150 метров. Для чего в дект гарнитуре нужен микролифт? Для принятия и завершения вызова, это если аналоговое подключение к телефону используется. Значит, QD. Ну, имеется в виду, какой тип кабеля QD гарнитур совместим с телефонами Ялинг Грандстрим, но в данном случае я на этом акцентировал внимание, третьего типа кабель идет в комплекте с нашими QD гарнитурами по умолчанию. Чем отличается серия VT 5000 от VT6200? Ну, там у меня нету правильного не распечатался правильный ответ, но там разные типы микрофонов и также у VT6200 есть варианты USB и QD, а VT5000 только QD. Так, вот такие правильные ответы. Все, если больше нет вопросов, всем огромное спасибо за внимание, приходите к нам. Давайте